Здравствуйте, это программа «Прокурор в теме». Проблема коррупции в последнее время приобрела огромную, вполне обоснованную актуальность. Руководством нашей страны коррупция названа одним из главных барьеров на пути развития государства и общества. Она подрывает экономическое развитие страны, разрушает доверие общества к власти государственным органам, способствует росту организованной преступности и другим угрозам безопасности человечества. Поговорим в программе о коррупции, а вернее о противодействии коррупционным проявлениям. Гость студии, прокурор железнодорожного района города Самара Владимир Вениаминович Антонов. Добрый день. Ну что же, Владимир Вениаминович, скажите, пожалуйста, ну что такое коррупция? Во-первых, наверное, если мы будем говорить об этом понятии. И какова роль органов прокуратуры вот в противодействии данному злу? Ну, коррупция — это системные проблемы, характерные не только для нашего государства, но и для мирового сообщества. Вот в 2006 году Российская Федерация ректифицировала Международную конвенцию о борьбе с коррупцией. Вот с этого времени начался толчок к развитию законодательства, направленному на противодействие коррупции. Были внесены значительные изменения в действующие законодательства, приняты новые нормативные акты. Понятие коррупции есть официальное в федеральном законе о противодействии коррупции от 2008 года номер 273. И она определяется, там просто перечень действий, которые подпадают под коррупцию. Это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, использование своего служебного положения вопреки законам интересов государства и общества с целью извлечения выгоды, преимуществ для себя или других лиц в виде денег, либо иного имущества, коммерческий подкуп и совершение вот этих действий в интересах или от имени юридического лица. Это как бы такое вот официальное понятие коррупции. Вообще нормы коррупции, институт противодействия коррупции охватывает не только нормы уголовного права, не только нормы административного права, но и трудовое право, и гражданское законодательство. Вот если в целом говорят о задачах органов прокуратуры... Да, вот как раз что делает прокуратура, вот как раз в борьбе с вопросами коррупции? С федеральным законом о прокуратуре от 1 января 1992 года задача органов прокуратуры – это соблюдение надзор за исполнением Конституции Российской Федерации от имени Российской Федерации, осуществляет прокуратура, и за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Вот исходя из этих задач, соответственно, задача органов прокуратуры – это соблюдение законодательства, направленного на противодействие коррупционным проявлениям. Но все-таки с задачами понятно. Если мы конкретнее говорим о мерах пресечения коррупции, вот роль прокуратуры в этом вопросе какова? – Ну, если говорить о направлениях противодействия коррупции, то здесь можно выделить, опять же, федеральный закон о противодействии коррупции, три основных направления. Это профилактика, то есть принятие профилактических мер на недопущение коррупционных проявлений, это непосредственно борьба с коррупцией, то есть выявление и расследование преступлений коррупционного характера, административных правонарушений и деятельность, направленная на минимизацию коррупционных проявлений, последствий, на минимизацию последствий от коррупционных проявлений. Деятельность органов прокуратуры, она разноплановая. Вот если начнем с мерами, связанные как бы с гражданским законодательством, то здесь можно выявить такие направления, как у нас в соответствии с законодательством государственные и муниципальные служащие должны отчитываться о своих доходах. Вот огромная роль в проверке достоверности этих доходов ложится на органы прокуратуры. За нами закреплено это право приказами генерального прокурора, федерального законодательства проверять достоверность этих сведений. Указами президента предусмотрены справки в строго определенной форме, которая представляется государственными и муниципальными служащими. Мы следим за достоверностью этих сведений. При этом используем различные системы электронные, базы, к которым мы имеем доступ. Это Росреестр, ГИБДД, ФНС и другие. Выявляются нарушения в данной деятельности, принимаются меры прокурорского реагирования. Причем, если нарушения умышленные, умышленное государственное служащие не сообщило о каких-то своих доходах, то ставится вопрос вплоть до освобождения от занимаемой должности. Причем, я хотел бы отметить, что эта деятельность развивается, а законодательство продолжает носиться изменения, направленные на усовершенствование механизмов реализации этих полномочий. Вот буквально в марте этого года были внесены очередные изменения, которые предоставляют право прокурора обращаться в суд с иском, если государственный служащий, который предоставляет сведения о себе, о супруге, о несовершеннолетних детей, не смог подтвердить доход, который он отразил в этих сведениях за представляемый год и за два предстоящих года, то прокурор может обращаться в суд с исками о взыскании этого незаконно полученного дохода. Также может обращаться в суд о взыскании сведений о истребовании имущества недвижимого, там дачи, машины, квартиры, если также не получено подтверждение законности получения доходов, на которые приобретены эти имущества. Ну, как правило, отчитываются о доходах в конце года, да, и за 2022 год еще не отчитались говорить об этом рано, но если говорить о 2021 годе, много было ли вывелено нарушений, если мы говорим о территории вашего района? Ну, если говорить про наш район, то да, выявлялись все эти нарушения, но, правда, серьезных таких нарушений в виде умышленного сокрытия доходов не выявлялись, а в основном это было связано с ошибками при отражении сведений о банковских счетах. Не все банковские счета в декларациях были отражены. Вносились представления, вносились представления в администрацию железнодорожного внутригородского района, в ИФНС, вносились представления об устранении этих нарушений. Вот если еще говорить по мерам, какие принимаются органы прокуратуры именно в гражданском правовом плане, то значительная работа проводится по регулированию конфликта интересов. Конфликт интересов – это тоже ситуация, предусмотренная в Федеральном законе о противодействии коррупции. Это когда личная заинтересованность у человека превалирует над исполнением служебных обязанностей. В основном это когда родственники, либо свояки, родственники супругов работают в непосредственном подчинении у какого-то должностного лица. Когда может подойти, что-то попросить, и это должностное лицо в ущерб своих служебных интересов примет решение в пользу этого лица. Причем здесь деятельность направлена именно на предотвращение этого конфликта интересов. И не только когда уже совершено деяние, но и на профилактику, когда исключается сама возможность вот такой ситуации совместной работы. А как вы узнаете о таких преступлениях? Вам кто-то докладывает, либо вы сами проводите проверки? Ну это выявляется в ходе проведения прокурорских проверок, в ходе поступления жалоб к обращению в прокуратуру. А так в основном инициативно выявляется при проведении проверок соответственно государственных муниципальных органов. Ну вот кстати мы плавно подошли к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Вот из года в год выявляется все-таки значительное количество коррупционных преступлений. Скажите, вот как можно вообще в принципе охарактеризовать эту работу? И какие тенденции, самое главное, какова роль прокурора в этом процессе? Ну если говорить о коррупционных преступлениях, то здесь следует отметить, что это не только взятки, да, получение взяток, дача взяток. Коррупционные преступления есть несколько признаков, составляющих коррупционных преступлений. Во-первых, есть совместный приказ генерального прокурора и министра внутренних дел, который определяет критерии, по которым преступление относится к коррупционным. Это, во-первых, специальный субъект. Специальный субъект это должностное лицо, то есть это представители власти, либо лицо обладающими организационными распорядителями или административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах. либо представитель управления в коммерческой организации, директор, член Совета директоров и также лицо, обладающее организационно-распределительным альтернативно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, либо в иных некоммерческих организациях. Причем организационно-распределительные альтернативно-хозяйственные функции также расписаны. В судебной практике у нас формировалось, постановление пленума на этот счет есть. Организационно-распределительные функции, которые направлены на принятие волевых решений в ходе исполнения своих служебных обязанностей, прием на работу, установление режима работы. Административно-хозяйственные — это направлено на управление имуществом предприятия. Поэтому у нас с коррупционным преступлением, помимо таких классических, как я уже сказал, это получение взятки, дача взятки, злоупотребление служебным положением с корыстных побуждений, может быть даже относено и сбыт наркотических средств, если совершены должностным лицом, допустим, сотрудником правоохранительного органа, из корыстных побуждений и с использованием своего служебного положения. По категориям в основном это получение взятки, статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, дача взятки, статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время приняты новые нормы, регулирующие правоотношения, направленные на борьбу со взятничеством. Введена статья 291 Прим. 1 «Посредничество во взятничестве», введена статья 291 Прим. 2 «Мелкое взятничество». Это новые нормы, которые введены в Уголовный кодекс недавно. Давайте как раз поподробнее остановимся. Для простых граждан, мне кажется, это предоставит интерес, ведь когда попадаешь в такую ситуацию, когда в отношении гражданина могут быть приняты какие-то санкции, ведь всегда есть соблазн договориться, решить вопрос, как говорится, по-хорошему, отблагодарив то или иное должностное лицо. Вот какие действия конкретно запрещены и что за это бывает? Ну вот эти действия, о которых вы сказали, они подпадают под признаки именно дачи взятки. Дача взятки – это непосредственная передача взятки должностному лицу. Также может в данном случае посредничество во взятничестве, как я уже сказал, статья 291 Прим. 1 Уголовного кодекса. Посредничество – это передача взятки должностному лицу по поручению взятка дателя, взятка получателя, либо иного способствования в договоренности между ними. Санкции по этим статьям серьезные. Вот по статье 291 и 291 Прим. 1 состоит из нескольких частей. Вот часть 1, 291 – это дача взятки, предусматривает до двух лет лишения свободы со штрафом, довольно-таки значительным штрафом от пятикратной до двадцатикратной суммы размера взятки. Все санкции по данным статьям, они привязаны к размеру взятки, и наказание назначается с учетом той суммы, которая либо дается, либо получается. По части 2 статьи 290 – это когда взятка совершается в значительном размере, значительный размер – это когда сумма взятки превышает 25 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. По части 3 – это когда взятка передается, дается за незаконные действия, то есть эти действия, которые не входят в круг полномочий должностного лица до восьми лет лишения свободы. По части 4 – это когда это преступление совершается группой лиц по предварительному взговору, либо в крупном размере, крупный размер – это когда сумма взятки превышает 150 тысяч рублей, это от 7 до 12 лет лишения свободы. И по части 5 – это взятка в особо крупном размере, когда сумма взятки превышает 1 миллион рублей от 8 до 15 лет лишения свободы. Но не всегда взятка – это деньги. Это первый вопрос. А второе, вот мы в фильмах видим, что когда дают взятку, в основном это в конверте, помеченные деньги, а вот в жизни как происходит? Ну да, взятничество у нас выражается в передаче не только денежных средств, но также имущества, неимущественных благ, оказания услуг, даже общее покровительство и посреди, общее покровительство и способствование решению каких-либо вопросов, это тоже является предметом преступления, связанного со взятничеством. Как вот это доказывается? Ну, конкретные обстоятельства, связанные с расследованием данных преступлений, устанавливаются непосредственно органами предварительного расследования в ходе проведения следственных действий. Здесь проводится, в принципе, весь комплекс следственных действий, предусмотрим норму уголовно-процессуального кодекса, допроса свидетелей, проведение экспертиз, проведение соответствующих оперативных мероприятий. Фото- и видеофиксация также, да? Ну, здесь вот, если обращаясь к телезрителям, чтобы был наш разговор, нес такой практический характер, то можно сказать, что вот если в отношении вас совершаются такие действия, что кто-либо вымогает взятку, причем я сразу хочу сказать, что вымогательство взятки – это часть пятой статьи 290 Уголовного кодекса, и вымогательство может выражаться не только в требовании передачи денег, но может и выражаться в том, что человек ставится в такие условия, этими действиями, когда он вынужден дать взятку для предотвращения наступления для себя каких-либо вредных последствий. Вот в данном случае, конечно же, необходимо обратиться в органы следственного комитета, у нас это последствия органов следственного комитета Российской Федерации с соответствующим заявлением. Заявление будет принято, зарегистрировано, по нему будет проведена проверка, и будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела. Ну, здесь хотелось бы еще рекомендовать, да, чтобы даже самим создавать доказательную базу, когда у вас вымогает кто-то эти деньги записать этого человека, на диктофон. У всех сейчас есть с собой сотовые телефоны, в котором эта функция присутствует. Это для того, чтобы потом следственным органам было легче и проще доказывать виновность того или иного лица. Но вы сказали обращаться в Следственный комитет, а все-таки не в прокуратуру с заявлением. Нет, прокуратура в данном случае не занимается надзором за расследованием уголовных дел, а не непосредственно расследуемым. Это ранее, в 2007 году, до 2007 года, до того, как произошла реформа, органы прокуратуры и органы Следственного комитета были выделены из прокуратуры. Вот с тех пор у нас Следственный комитет Российской Федерации, непосредственно эта подследственность в соответствии со 151 статьей Главного процессуального кодекса, их категория, и они непосредственно проводят проверки. Может проводиться проверки службами собственной безопасности тех служб, тех должностных лиц, которые вымогают взятку. Но вот все-таки, как вы считаете, насколько возможно уйти от так называемого бытового взяточничества, или все-таки это уже у нас в крови? Ну вот мы как раз с вами сейчас и говорили, что за это, за все предусмотрена довольно-таки суровая уголовная ответственность, и человек, когда хочет совершить такие действия, должен прежде всего подумать о том, что ему грозит вплоть до реального лишения свободы. Даже если это и в крови, то Уголовный кодекс суров. И наказание неотвратимо. И если возникнет соблазн решить вопрос, то как-то мирным путем, то знайте все, что это подлежит уголовной ответственности. Какие проверки проводились в прокуратуре железнодорожного района в 2022 году? Есть ли все-таки положительные тенденции? Ну, если говорить по статистике, опять по выявлению преступлений, то у нас за пять месяцев этого года выявлено 29 преступлений коррупционной направленности, в прошлом году было 16. Рост составил 81,3%. Из них 9 фактов взятничества, в прошлом году было 2. Но если говорить по категориям преступлений, то здесь преступление в отношении председателя ТСЖ, который собирал деньги с граждан, выставляя недостоверные квитанции с использованием своего служебного положения. Преступление в отношении одного из директоров ООО, который получал деньги от контрагентов и похищал их. Преступление в отношении сотрудника государственного и муниципальных учреждений, которые также похищали деньги. Получение фактов взятничества у нас на территории района не выявлялось. Выявлялись только факты дачи взятничества и посредничества во взятничестве. Дачи взятки как раз и заключались в двух случаях. Давали сотрудникам органов внутренних дел за решение того или иного вопроса. Четыре факта посредничества во взятничестве это получение водительского удостоверения без прохождения обучения. И два факта это тоже дачи взятки сотруднику Федеральной службы судебных приставов за снятие ареста на имущество. В какой профессиональной области чаще всего случаются нарушения закона? Здесь прокуратурой железнодорожного района в частности выявляли значительное количество нарушений связанных с нарушением в области административного кодекса. Статья 19.29 предусматривает ответственность за то, что государственный либо муниципальный служащий при увольнении, если он увольняется в коммерческую организацию по трудовому договору, либо по гражданскому договору, если его зарплата свыше 100 тысяч рублей, обязан предоставить такие сведения новому работодателю, а работодатель обязан направить эти сведения, что он принимает такого лица на работу по месту предыдущей его работы. И возможность такого трудоустройства рассматривается на специально созданной комиссии по регулированию конфликта интересов, и уже она принимает решение, возможно ли трудоустройство, либо нет. Вот прокуратурой района в прошлом году выявлялось три таких факта, вот именно неуведомления. Эти факты были в отношении сотрудников территориального управления Росимущества, двух сотрудников органов внутренних дел. В этом году выявлялось уже два таких факта в отношении сотрудника ФНС и еще в отношении одного сотрудника органов внутренних дел. И в настоящее время готовят у нас еще постановление в Мировой суд тоже по 1929 в отношении сотрудника Министерства социальной защиты Самарской области. То есть, вот такое нарушение распространено, и причем, если лицо, которое устраивается, умышленно эти действия совершает, умышленно говорит, что потерял свою трудовую книжку, не представляет ее, скрывает факт того, что он до этого занимал государственную муниципальную должность, то ставится вопрос вплоть до его увольнения, если он уже уволен, о расторжении трудового договора. Это вот, как бы тоже, вот обращаясь к гражданам, я все-таки хочу, чтобы наше сегодняшнее общение носило такое больше практическое значение. Если вы ранее занимали государственную муниципальную должность, то знайте, что такую процедуру соблюдать необходимо. Еще нами в этом году выявлялись два нарушения статьи 19.29 Кодекса об административных правонарушениях. Это нарушения, связанные с дачей взятки в интересах юридического лица. Ну, в основном, чисто практически эти правонарушения выявляются из уголовных дел, когда расследуется уголовное дело по даче взятки. И если взяткодатель действует в интересах юридического лица, то это юридическое лицо в лице должностного лица, в основном директора, может быть привлечено к административной ответственности. Вот именно по статье 19.28 КОАП РФ. Я бы хотел здесь сказать, что за это предусмотрены очень суровые меры наказания в виде штрафа до 1 миллиона рублей по части 1.19.28. Если взятка совершена в крупном размере, то там штраф уже от 20 миллионов рублей, если в особо крупных размерах, от 100 миллионов рублей. Поэтому вот лица, которых привлекают... Вот у нас как раз два факта по судебным приставам. Один из них связан именно с тем, что взяткодатель действовал в интересах юридического лица за то, чтобы было снято арест на имущество с этого юридического лица по исполнительному производству. По этому факту, помимо возбуждения уголовного дела по 290, в части 1, еще возбуждалось и административное производство. Ну что же, цифры, конечно, впечатляют. И прежде чем давать или брать взятку, нужно очень крепко подумать. Ну, для граждан это прежде всего давать. Для должностных лиц, которые брать, я думаю, они внимательно прочитали уголовный кодекс и знают, что им за это грозит. Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова